Притягнуть увагу до проблемы и снизить процент гибели людей от внешних причин. Это мета республиканской акции «Один и день безбеки», которая сегодня стартовала в Беларуси. С 20 лютого по первой сакавика пройдет комплекс профилактических мероприемств, подчас яких беларусам нагадают о правилах безбекных поводинов. Первыми удельниками акции в Гомеле стали пассажиры чугуношного вокзала. Сегодня тут стартовал маршрут безбеки. Подробности у Вероники Гамзюковой. В холле пригородного вокзала пассажиров чакал сюрприз. Супрацовники МНС с уместа с беларуской чугункой, милицией и БРСМ нагадывали о правилах безбекных поводинов. Дорослым раздавали листовки с корыстной информацией, а детям пропоновали удел у интеллектуальных гульнях. Не обошлось и без творческих выступлений, которые подрыхтовали юные выратовальники пожарной средней школы номер 9. В рамках этой акции мы напоминаем пассажирам о том, что надо себя вести безопасно на железной дороге, проходить железную дорогу только в местах разрешенных, а также быть бдительным и не носить наушники. Это самое важное. Подчас акции стартовал проект «Маршрут безбеки». «Вымпел» уручили машинистам электрички, которые передадут их своим коллегам в Жлобине. «Маршрут безбеки» пролегает прозуси районы Гомельской области. У городах, куда будет пребывать «Вымпел», мясцовые выратовальники и чугуночники так само организуют профилактические мероприемства. Когда «Вымпел безбеки» объедет весь регион, он вернется на автовокзал у Гомеля. Но это еще не изюминка всего мероприятия, потому что кроме того, что будут на вокзалах организованы мероприятия, еще и также жителей очень удивят наши работники, проводя профилактические беседы в самом транспорте, как на поездах, так и в автобусах пригородного значения. Необходимо соблюдать правила безопасности жизни и деятельности, не оставлять ни в коем случае своих малолетних детей без присмотра, в случае непредвиденных обстоятельств званить службу спасения по номерам 101 либо 112. Протягнется республиканская акция «День безбеки» до первого Саковика. За эти дни по всей Украине проверят системы оповещания. Утемлику у эфиры радиостанций про заправку СМС-поведомлений и с допомогой интернет-ресурсов. На промысловых предприемствах проводят тренировки по экстренной эвакуации. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».